МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели. В студии Алексей Гончаренко. И сначала коротко о том, что будет в этом выпуске. У природы нет плохой погоды. Майское похолодание в Хакасии нельзя назвать аномальным. Температура ниже нормы всего на 1 градус. До 25 мая ночная температура ниже 0 градусов вполне естественна. Медленно минуты уплывают вдаль навсегда. Встречи с ними ждать не приходится. Пассажирский поезд на Красноярск отправляется в последний раз. Самый захламленный поселок в Хакасии. На станции Аскиз бытовые отходы отвоевывают все свободное от постройки огородов пространства. Живем на помойке. ЖКХ не реагирует ни на что. Ни на заявления, ни на что. Индивидуальным предпринимателям могут снизить размер страховых взносов в социальные фонды. И тогда вновь платить придется вдвое меньше, как до 1 января. На этой неделе страна после майских праздников вошла в привычный график с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными. Что осталось неизменным, так это погода, которая не баловала теплом ни во время каникул, ни в начавшиеся будни. И, видимо, в эти дни не стоило ждать тепла, если народная примета говорит о том, что начало цветения черемухи – предвестник похолодания. Примета в этом году оправдалась полностью. Температура воздуха опускалась даже ниже нулевой отметки. Синоптики говорят, что не столь удивительно похолодание само по себе, сколько тот факт, что оно стало слишком продолжительным. До 25 мая ночная температура ниже нуля градусов, она вполне естественна. И вот у нас на протяжении уже стольких дней температура держится по республике в пределах плюс 5-минус 5. Другой вопрос, что дневные температуры не повышаются значительно, как бы нам хотелось. Любопытно, что и на ближайшие дни перемены погоды синоптики не прогнозируют. До 23 мая у нас погода не изменится. По территории республики ночная температура так и будет держаться в пределах минус 5-минус 5. Дневная температура 12-17-13-18. Дождь в горах с мокрым снегом. Добавлю, что согласно народной примете, если черемуха цветет обильно, то это к дождливому лету. Привычного комфорта жители Хакасии этим летом лишатся еще и по причине, не зависящей от погодных условий. Уже на этой неделе начался обратный недельный отсчет времени до того дня, когда пассажирский поезд сообщением «Абакан-Красноярск-Черезачинск» отправится по маршруту в последний раз. Произойдет это на следующей неделе, 23 числа. С большой надеждой, что этого не случится, жили многие. И почему, станет ясно чуть позже на примере жителей станции «Сон» в Баградском районе. А вообще, когда уберут поезд, закроется страница истории, которая насчитывает почти 90 лет. Почти, потому что до этой даты недостает совсем немного. Юбилей в 2015 году. Первый поезд на станцию «Абакан» прибыл в 1925 году. Символом исторического момента стал состав из Красноярска сообщением именно через Ачинск. Сотрудники железнодорожного музея рассказывают, что построенную тогда железную дорогу называли деревянной, профессиональный термин, потому что не была электрифицирована. Остается такой и по сей день. И еще одна отличительная особенность – пассажирский состав останавливается на каждой, даже самой малой станции. И даже в Абакане, где выбор маршрутных средств передвижения разнообразен, в вагонах не совсем пустынно. Ландартный вагон на Красноярск уже 49 мест, то есть он полный. В общем вагоне человек 7 на Красноярск. В купейном вагоне 16 на Красноярск. В его составе всего три вагона, но их ждут на каждой остановке. На станции Сон особенно. Она одна единственная, на весь Баградский район. Поэтому на поезд все спешат сюда. Соседних деревень с Пушного, с Большой Эрбы, с Баграда, с Карасука. Ну все деревни не перечислишь, у нас был район большой. Со всех деревень люди приезжают, садятся на наши станции на поезд. Альтернативы железнодорожному транспорту, говорят местные жители, не существует. Во всяком случае пока. Хотя курсирует здесь и автобус. Но весьма нерегулярно и предлагаемый автоперевозчиками сервис с точки зрения комфорта не идет ни в какое сравнение с железнодорожным. Даже если взять в пример и не купейный вагон. А автобусы какие у нас? Все не ломается, так он может не прийти. А если мы сядем, три-четыре раза он ломается. С тремя пересадками вчера. До Баграда сначала доехала. Потом с Баграда до Троицка. Потом с Троицка уже на попутках только доехали до Амакана. Жители деревень, боясь остаться без транспортного сообщения, со столичными городами и республики и края, не говоря уже о малых населенных пунктах, связанных с железной дорогой, собрали подписи и направили обращение полпреду президента в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому. Запрос остался без ответа. А в федеральной пассажирской компании нам назвали причину решения отменить поезд. Перевозки слишком затратные, не окупаются. Но это не стало открытием для жителей железнодорожных станций. Пассажирские перевозки никогда не приносили прибыли. Никогда. Но они состояли на бюджете у государства. Нина Матвиенко рассказывает, что на поезд порой билета не достать. От официальных лиц приходится слышать, что направление не востребовано. И это еще одна из причин закрыть маршрут. Мой сын ездит в Красноярск на сессию. В декабре, 23 ноября, он покупал билеты на 2 или 3 декабря. Билетов уже не было. С отменой поезда станционные жители теряют и еще один источник дохода. Неофициальный, но стабильный. Бабки ходили к поезду к пассажирскому, к красноярскому, к московскому. Носили картошку вареную, там обжаренный лук, там туда-сюда все. Запах был немоверный. Как выезжаешь на станцию, один запах. Какой-то доход был, потому что было где продать. Местные жители еще помнят, как был оживленным пустующий, теперь большую часть времени, железнодорожный вокзал. В расписании значились три поезда. И до Абакана можно было добраться на любом из них. Поезда ходили и Кемельский, и Москва, и Красноярск ежедневно. Теперь последний рабочий поезд для народа Красноярский. Все, если отменят. Впрочем, московский поезд останется. Теперь уж точно на этом направлении последний. В домах к его приезду, вероятно, еще будут готовить драники. Почему-то именно они стали визитной карточкой станции и одним из любимых блюд транзитных пассажиров. Там дальше вот едешь, допустим, на Москву, там кто-то в Тюмени рыбой продают рыбу. Ну, каждый город, как говорится, знаменит своими изделиями. А у нас вот это вот драники, почему, не знаю. Собака, она останавливается, поезд, и летят все вот с такими этими овоськами. Поезд отменяют как раз в канун лета. Время увеличения пассажиропотока. В новом летнем расписании, которое вводится в действие с 26 мая, этот состав уже не значится. Почти как в известной песне. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. Вот только в отличие от песенного текста, когда каждому в лучшее верится, в действительности оптимизма меньше. Этот поезд ждали на 39 станциях. От Абакана до Красноярска. Сегодня день пионерии. Он по-прежнему значится в календаре, хотя этой массовой пионерской организации всесоюзного масштаба, благодаря которой и отмечается дата, нет уже больше 20 лет. Вспоминается, когда и комсомола не стало в том виде, в котором он был, но осталось его печатное издание под названием «Комсомольская правда». Этому было посвящено такое четверостишее. В стране моей любимой чудес не перечесть. Вот комсомола нету, а комсомолка есть. У многих о тех временах теплые воспоминания об истории пионерии. Моя коллега Олеся Калиниченко. Вот вспомните, нет настоящей пионерской галстукой. Как завязать? Завяжу его. Да, пожалуйста. Вот. Он маленько коротковат. Как повяжешь галстукой? Бери его. Он из нашего. Знай меня цвета. Вот. Все мы говорили. Служу пионерами? Нет. Нет. Всегда готов? Другой говорили. Будь готов. Будь готов. Да, всегда готов. Отлично. На пятерку. Будь готов? Всегда готов. В этом году День пионерии отмечается в 91-й раз. Сегодня самым молодым, настоящим пионером, тем, кого принимали в ряды до 92-го года, уже перевалило за 30. Хорошая была организация или плохая, правильно воспитывали детей или нет, споры неуместны. Время все расставило на свои места. Политики не было. Мы политики тогда не чувствовали. А вот то, что была организация, и что дети были объединены, и с детьми занимались, дети были организованы, это было здорово. Воспоминания о пионерской организации хранит не только человеческая память. Всю атрибутику, а ее было немало, сберегли в Республиканском краеведческом музее. Совсем недавно коллекция существенно пополнилась. В одной из абаканских школ при капитальном ремонте обнаружили привет из прошлого. Флаги, вымпела, ленты подарили музею. Собрание пионерских значков – особая гордость местных хранителей старины. В пионерском лагере, потом уже постарше, сам зажигал эти пионерские костры. Ну, в связи, так сказать, с химией, где-то что-то, типа шаманизма что-то, раз, с руки костер выгорает, и с руки сжигаешь. Ребята в восторге. Ё-моё, как так? А вот так вот, будь пионером, и будешь так же зажигать. Пионерское детство – это время романтики, время костров и песен. Знаменитые здравницы Орлёна, Картек, Океан знали во всём мире. Здесь в основном отдыхали отличники и иностранцы. Для большинства – сотни пионерских лагерей по всей стране. Досуг и оздоровление детей в летний период было делом государственной важности и вдохновением для отечественного кинематографа. Очень хорошо. Общий вес отряда – 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Вот это питание. Помимо оздоровительных лагерей, в каждом городе был свой дворец пионеров. В Абакане он тоже есть. И хотя сейчас это учреждение называется Центром детского творчества, дух пионерии здесь частично сохранили. Сотрудники могут без репетиции сыграть на горне или выдать барабанную дробь. На фасаде здания и внутри изображение с пионерской тематикой. Центральное наше панно как раз символизирует страну счастливого детства, в котором мы находимся здесь и по сей день продолжаем заниматься. То есть воспитанием подрастающего поколения. Сотрудники ЦДТ говорят, что сейчас у них занимаются около трех тысяч человек. Гораздо больше, чем в советское время. Вполне возможно, такую посещаемость объяснит доступность. Все кружки работают бесплатно. Здесь неделя. Детей на талантливых и не очень. И это тоже принцип пионерского прошлого. В любом коллективе есть передовики, так скажем, производства, есть отстающие. И вот основной мотив, который у меня остался в памяти, что тот, кто лидер, тот обязан помочь отстающим. На смену пионерской организации пришли десятки других. Современные дети сами выбирают, куда и с кем им идти и чем заниматься. Они более свободны, и это тоже плюс. Олеся Калиниченко, Антон Михайлов, Алексей Голубев, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Что-то вроде пионерской организации, действующей в Абакане, это союз детей и подростков, называется Дружба и Нархаз. Его координатор Ирина Бугаева сегодня у нас в студии. Ирина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли. Вот вам довелось работать вожатой в советское время в пионерской организации. Вот пионеры принимали в третьем классе, если мне память не изменяет. Скажите, в чем-то в то время пионер отличался от рядового школьника, и что давало членство в этой организации? Вы знаете, я сама была пионеркой. И я вспоминаю тот момент, когда меня принимали одну из первых в пионеры. Это было очень почетно на тот момент. И все мне даже завидовали, что именно меня первые принимают, повязывают мне первый галстук. Потому что видели во мне, что я среди ребят была самая такая яркая девочка, потому что хотела сделать что-то хорошо, пыталась организовать ребят на выполнении какого-то дела. И поэтому даже ребята, сверстники, меня в то время оценивали одной из лучших. Таких, как я, ребят можно было направить во Всероссийские детские центры. Я лично побывала в Артеке. Сегодня много разговоров о патриотическом воспитании, но в то же время все наработки советского времени, эти педагогические, разрушены. Тем не менее, вот что глазит торжественное обещание пионера, твердо стоять за дело рабочего класса, в его бребе за освобождение не указано от чего. Торжественно клянусь горячо любить свою родину. А в одном из пунктов закона организации сказано, пионер надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести и чести. Тем не менее, это все сейчас воспринимается с каким-то сарказмом. Идеи, которые были очень хорошие, и нельзя отметать все замечательные традиции, все замечательные идеи в пионерской организации, которые существовали, нельзя совсем отметать, потому что все, что хорошего есть в современных общественных организациях, взято как раз оттуда, из пионерии. Но было что-то где-то, может быть, чуть-чуть заполитизировано. Да, были какие-то уклоны. Но тем не менее, вот эти идеи патриотизма, они ведь и до сегодняшних времен сохранились. И сегодня нужна такая организация для детей, ну, как пионерская? Ну, не в качестве, конечно, монополиста. Вы знаете, с точки зрения взрослых, да, нужна, потому что мы ставим перед собой свои взрослые цели, и мы хотим воспитать детей, чтобы они были достойные, чтобы они, прежде всего, патриотами нашей страны, чтобы они несли в своем сердце добро, милосердие. Это мы ставим такие цели. А ребята, приходя в общественные организации, они ставят перед собой совсем другие цели. Им, прежде всего, хочется найти близких по своей натуре, с кем можно пообщаться, близких по духу таких же сверстников, как они. Сегодня есть в стране такие массовые, ну, может, даже пионерские организации, может, они остались такие, и только без привязки, возможно, к политическим партиям? Во многих территориях России еще сохранились пионерские организации, но их уже довольно мало. Например, одна из крупных пионерских организаций существует в Казани. Но содержание этой пионерской организации немножко уже изменилось. А вот у нас в городе Абакане на смену пионерии, пионерской организации, пришла как раз организация, которую назвали «Союз детей и подростков дружбы Нархасов». Вот все, которые существуют, направления работы, которые когда-то были и в пионерии, они у нас сейчас и существуют. Это военно-патриотическое направление, гражданско-правовое, лидерское, экологическое. Многообразие вот таких профильных, всевозможных детских общественных организаций позволяет ребятам самореализовать свои способности, повысить свой уровень самооценки и пройти определенные социальные роли. То есть мы помогаем ребятам еще и подстроиться к той жизни, пройти адаптацию и приобрести какие-то социальные роли. Ирина Александровна, вот День пионерии в советское время – это был праздник для детей? И родители, и взрослые, предприятия нишу свою занимали в этом празднике. Это был такой знаменитый праздник, когда, например, кинотеатры бесплатно показывали для детей фильмы. Это на стадионе, в городах, на крупных таких площадках проводились возможные конкурсы, посвященные этому празднику, запускались самолеты. Помимо, например, повязывания ритуала, вот этого принятия в пионеры и повязывания галстука, вынос знамен, такая, знаете, праздничность, заинтересованность. Ведь дети по своей натуре романтики. И кто, если не мы, поможем вот эту романтику как раз ввести в жизнь детей, чтобы им было интереснее жить? Ирина Александровна, спасибо, что пришли, спасибо за визит к нам. Напоминаю, что сегодня день пионерии, он по-прежнему значится в календаре, и эта дата стала сегодня темой для нашего интервью в студии, гостем которой была Ирина Бугаева, координатор Абаканского городского союза детей и подростков «Дружба и Нархаз». Герой нашего времени таковым вполне может считаться заместитель мэра города Абазы Александр Дорохов. Сделать замечание отъявленным хулиганам, обладая не самой внушительной комплекцией, сегодня поступок достойный уважения, хотя и не без последствий для собственного здоровья. Как-то даже неловко называть такого административного работника чиновником. Не как заместитель мэра, а как рядовой гражданин Александр Дорохов пытался приструнить молодых людей, которые лестничную площадку в подъезде дома превратили в туалет, справляя там нужду. Его слова и требовательный призыв к порядку вызвали агрессию со стороны подростков. В результате получил многочисленные удары по телу, по голове, били руками и ногами. В съемочной группе программы «Вести Хакасия» удалось встретиться с пострадавшим. Александр Дорохов был доставлен на лечение в травматологическое отделение республиканской больницы. Врачи поставили диагноз сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. По предписанию врачей в стационаре придется провести две недели. Набросились на него и избивали втроем. Все, по словам потерпевшего, в состоянии алкогольного опьянения. Защититься от нападавших возможности не было. В тот же день пострадавший подал заявление в полицию и давать делу обратный ход не намерен. Лучше бы, конечно, прошел мимо, но я проявил гражданскую свою позицию. Если бы, может быть, все так делали, делали замечания, может быть, таких подумков было бы и меньше. Возбуждено уголовное дело по статье «Побой», совершенной из хулиганских побуждений. Наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до двух лет. По свидетельству местных жителей, молодые люди известны своими выходками в Абазе, и жители города надеются, что на этот раз им не удастся уйти от ответственности. Совершенно случайно внук содействовал тому, чтобы награда нашла героя. А героем был его дед. Он громил фашистов из их же пушки, у них же отвоеванной. Спустя почти полвека после победы в краях тех сражений, а это было на Украине, довелось служить внуку, призванному из Абакана. И случай вывел на объявление в газете. Спустя столь длительное время героя не прекращали искать. Рвались в бой и женщины, но на фронт пускали не всех, и они творили подвиг в тылу. Это из рассказов в нашей рубрике, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Я помню, я горжусь. Сегодня в нашей студии Дмитрий Дроничкин и Павел Герасимов. Своего деда по отцу Дроничкина Ивана Ивановича я живу не застал, потому что когда я родился, он умер, по-моему, с разницей в год, наверное. Может быть, меня он видел годовалого, а я его нет. И вот как принято говорить, награда нашла героя. Вот награда моего деда нашла меня. В 89-м году я служил в армии на Украине, срочную службу. И мне совершенно случайно, в полушутке, приносят местную газету ветеран войны, который возглавлял Львовское отделение ветеранов войны и поисковую организацию, обращается через местную украинскую газету к людям, которые, может быть, что-то знают о подвиге советских воинов под местечком Бравары, это под Киевом. И если они есть живых, чтобы отозвались и получили свои заслуженные награды. И вот я читаю Драничкин Иван Иванович. Оказывается, я служу в 80 километрах от того места, где когда-то мой дед совершил подвиг. То есть во время освобождения города Киева дед в составе группы захватил вражеское орудие, развернул его в сторону своих, то есть немцев, и без немецкой пушкой они стреляли по ним. Соответственно, наши войска, они знали, что она работает на советских войсках, стреляли тоже по деду, то есть они оказались между двух огней, получается. И в итоге обеспечили успех наступления, и заработали себе заслуженные ордена. Но ордена так получить и не успели. По рассказам отца, дед до конца дней своих вспоминал, когда выпьет, что где-то звездочка его ждет. Ну, в общем-то, никто не велел особо, потому что тогда все фронтовики, все герои, и никто на это не обращал внимания. И вот в 89-м году совершенно случайно я оказываюсь в нужное время, в нужном месте. Я быстренько сообщаю все это на родину в Ужур, откуда дед призывался, и оперативно военкомат связывает с Украинским военкоматом, и бабушки вручают орден, который дед не успел получить. Вот эта книжка хранится сейчас у нас дома. Это самая дорогая реликвия, которая касается деда у нас о войне. Скорее всего, это только один эпизод из героического прошлого моего деда, и я сожалею о том, что я не расспрашивал бабушку и его жену о том, откуда он призывался, как попал в общую армию, что рассказывал, когда я вернулся. Поэтому сейчас остается только гордиться, хранить то, что я знаю, и, может быть, когда-нибудь я побываю на месте этих боев и, грубо говоря, передам привет. Мою бабушку зовут Герасимова Ираида Николаевна. Она труженица тыла. Когда началась война, как и многие, в принципе, она пошла, записалась в военкомат для того, чтобы идти на фронт. Но, пройдя курсы в военкомате, ее из-за того, что некому было пахать абсолютно, а председатель сельсовета наложил бронь и никуда не пустил. В период с весны до осени они работали в поле, пахая, сеяли, убирали урожай. Как только заканчивался сезон уборки, бабушку, как и всех, в принципе, много кого, и командировали. Командировали в лес, они в это время валили лес. Работа мужская, очень тяжелая, то есть, что многие, в принципе, кто сильно не знал это дело, многие там погибли. Когда началось уступление войск ЦСК-армии вплоть до Москвы, их направили копать оковы. Там они довольно-таки длинные траншеи рыли, как сама бабушка рассказывала, что размеры вот этих вот траншеи 6 метров в глубину и 4 в ширину, для того, чтобы со стороны врага идет крутой склон, а со стороны советской армии, да, пологие, для того, чтобы танки и другая техника просто падала и больше не смогла подняться. Очень много все делали вручную, потому что техники не было. Я горжусь своей бабушкой, потому что благодаря таким людям, как она, в принципе, была завоевана победа. Потому что победа не только на фронте ковалась, но и в тылу. В тылу, в тылу, в порой зачастую, было гораздо сложнее, потому что все для фронта, все для победы. Стать гостем нашей программы в рубрике «Я помню, я горжусь» можете и вы. Если тех, о ком стоит рассказать, уже нет среди нас, то это вправе сделать их дети, внуки и правнуки. Звоните нам по телефону 22 70 38 или 22 72 82. Можете оставить свои координаты и фронтовую историю, или как ковали победу в тылу, на нашем сайте вести-дефис-хакасия.рф. И мы вам обязательно дозвонимся. Самым захламленным населенным пунктом в Хакасии, если бы такой конкурс проводился, вполне мог бы стать поселок станции Аскиз. Во всяком случае, был бы в числе первых претендентов. Существующим беспорядком поражают многие отведенные для бытовых отходов места. И все это находится практически во дворах жилых домов, на довольно большой территории. До антисанитарного состояния, как пояснили в администрации, свои участки довели сами собственники жилья. Это вот у нас дворы, именно вот где находится ТСЖ. Буквально на прошлой неделе председатели ТСЖ привлекли к административной ответственности, по 2000 наложили административного штрафа. А члены товарищества собственников жилья, наоборот, уверяют, что на свои обращения они не могут добиться соответствующей реакции ни со стороны администрации, ни коммунальной службы. И именно рядовые жители обратились к нам с просьбой осветить положение дел, чтобы помочь решить проблему. По их словам, в организованных для мусора местах отсутствуют контейнеры, и вывоз бытовых отходов случается крайне редко. Живем на помойке. ЖКХ наше не реагирует ни на что, ни на заявления, ни на что. А много таких у вас очагов? Очень. В каждом дворе. Сами любят сыпет. Но если все-таки огородить и вывозить почаще, никак, а не, допустим, раз в полгода, то этого не будет. Не повезло жителям станции и с капитальным ремонтом домов. Сегодня внешний вид зданий – это жалкое зрелище. Рассказывают, что даже до ремонта они выглядели лучше. И что есть сомнения в том, что для отделки использовался качественный материал, и что все отпущенные бюджетные деньги ушли по назначению. Впрочем, доказать собственники жилья ничего не смогли. Арбитражный суд Хакасии встал на сторону подрядной организации, проводившей ремонт. Ничего противозаконного в действиях строителей не нашла и прокуратура. Об этом местные жители узнали, получив ответ на свой запрос из районного ведомства. Индивидуальным предпринимателям могут снизить размер страховых взносов в пенсионный фонд. С такой информацией на этой неделе вышла российская газета, а первоначальный источник – сайт правительства Российской Федерации. Напомню, с нового года по сравнению с прошлым размер отчислений увеличился почти вдвое. Инициатива вызвала массовый исход предпринимателей из бизнеса. К маю свою деятельность, по данным издания, свернули 308 тысяч предпринимателей, а потери бюджета составили 13,5 миллиардов рублей. Теперь размер страховых взносов, как и до 1 января, планируют рассчитывать по прежней схеме. И в итоге платить придется около 19,5 тысяч в год, а не свыше 35, как сейчас. Но это коснется лишь тех индивидуальных предпринимателей, чей годовой доход не превышает 300 тысяч рублей. И пока инициатива на стадии законопроекта. А в пенсионном фонде поясняют, что чем меньше взносы, тем ниже размер пенсии в будущем. Медаль, как всегда, имеет две стороны. Впереди еще парламентский дневник, он завершит нашу программу. А мне остается сказать всего вам доброго и до встречи. Смотрите нас в повторе сегодня вечером на телеканале Россия 24 в системе кабельного телевидения. И напоминаю, наш адрес в интернете вести.дефис.хакасия.рф. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok